А сейчас я расскажу, чем закончился наш первый день во Вьетнаме. Мы ходили кушать вечером и еще зашли в магазин и купили всяких вкусностей. И вот для бабушки такой подарочек, такую вот мазь, белый тигр она называется, в такой зеленой коробочке. Это разогревающая мазь, она очень помогает. Еще мы купили вот такой вот йогурт с гранатом, фирма Виномилк. Вот дринкин йогурт написано, вот такой вот йогурт, будем пробовать. Еще мы купили на пробу вот такие вот конфеты, они с кокосом, мягкие, как я уже. Я уже пощупала их и тоже попробую. Вот так вот они выглядят. Вот. Будем пробовать. Следующее, это вот такие вот, можно сказать, печеньки. Бегемотик Бонди. Это нам давали в самолете. И нам так очень много всего давали, и мы их не съели и решили оставить на потом, чтобы когда-нибудь съесть. Со вкусом абрикоса. Здесь Бегемотик, а внизу Львенок. Еще я купила на пробу такой вот киткат со вкусом зеленого чая. Никогда не пробовала, давно хотела пробовать. Вот, попробую. Еще вот такие вот печенюшки. Hello Panda, написано. Мейджи. Начинка там белый шоколад. Вот такие вот печеньки с рисуночками пандами. Тоже будем пробовать. И купили себе на пробу вот такой вот кофе. Берди какой-то. Три в одном. Растаримый кофе. Тоже будем пробовать. И вот, что мы купили. Сейчас я вам все подробно об этом расскажу. Первое, это вот такой вот шоколадный круассан. Здесь даже написано вот так по-русски. Шоколадный круассан. Здесь написано его дата изготовления. И вот так вот он выглядит. Следующее, это манго. Такие вот кусочки манго. Здесь даже цена осталась. 30 тысяч донгов. По-нашему это 90 рублей. Печеньки Oreo со вкусом мороженого. У нас таких нету. Поэтому я решила купить и попробовать. Вот такую вот фанту мы купили в баночке. Но она с такими вот ягодами. У нас тоже этого вкуса нету. Поэтому я решила тоже купить и попробовать. Вот такую вот шоколадку с воздушным рисом DAF. Здесь еще ценник остался. 23 тысячи донгов. Вот такую вот шоколадку мама себе купила. Макс Крисп. Называется вот такая. Потом мы купили еще вот такой вот сок персиковый. Один литр здесь. Вот такой вот молочный коктейль со вкусом клубники. Вот так вот он выглядит. Здесь есть трубочка. Вот такие вот шоколадные палочки. Они тут в шоколаде. Поки называется. И написано Япония. Японские, наверное, они. Вот такие вот чипсы Принглс со вкусом лука и зелени. И последнее, что мы купили, это лапша. Решили попробовать лапшу. Это с креветками. А вот это красненькая, с которыми я хочу поделиться с вами. Итак, давайте же начнем. Первое, что мы купили, это вот такая вот подушка. В ней шарики антистресс. Она очень-очень мягкая. Состоит из белого, розового и серого цветов, которые в полосочку. И нарисована мордочка котенка. Сзади она просто серая. Следующее. Это мармеладки или конфетки. Со вкусом клубники. Сахари. Их было 300 грамм. Я, наверное, тут уже половину съела. Они очень вкусные. Поэтому здесь уже их меньше. Я первый раз их попробовала, когда у нас была экскурсия. И там была дегустация кофе. И нам давали сухофрукты, чтобы мы перебивали вкус, чтобы различать разные виды кофе. Следующее. Это конфеты с дурианом. Стоили они 12 тысяч донгов. Кстати, не сказала, вот эта подушка стоила 100 тысяч донгов. Чтобы перевести донги в наши рубли, просто вы должны отнять 3 нолика. То есть просто их убрать. И то, что у вас осталось, умножить на 3. Кому интересно, можете так сделать. Итак, давайте продолжим о конфетах. Вот такие конфеты. Вот их вид. Мы их уже попробовали. Ну, конфетки нечеток. Нормально. Есть можно. Еще мы купили воду. Это обычная петевая вода в бутылке. Фирма Лавье. Обычная водичка. Еще мы купили фисташки. Пачечки. Здесь цена 32 тысячи донгов. Будем пробовать. Это молоко. Фирма Вина Минк. Оно подслащенное молоко. Трубочка даже есть. И у нас в России вот такого же материала. Упаковки. У нас и то объем больше, чем здесь. Здесь они делают маленький объем, чтобы можно было просто выпить за один раз. Чтобы он долго не стоял там в холодильнике или еще где-нибудь. Следующие это печенюшки. Я их уже покупала. Мне понравились. Поэтому я решила еще купить. Фирма Мэйджи. Хеллоу Панда. Вот такие вот печенюшки с рисуночком, как я уже говорила. И внутри белый шоколад. Картонная упаковочка. Это Киткат. В белом шоколаде. 31 тысяча донгов. Решила попробовать. Кстати, с зеленым чаем мне не очень понравилось. А вот белый шоколад я еще не пробовала. А это шоколадка еще одна. 20 тысяч донгов. Мы такую шоколадку еще не пробовали с мамой. Поэтому решили взять на пробу. И вот такие фисташки. Ой, арахис остался. 34 тысячи донгов. Зелененькая упаковка. Тоже решили попробовать. И последнее, что мы купили. Уже в пирамиде покупали. Магазин так называется. Это вот такой блокнот. Деревянный. Здесь есть карта Вьетнама. Вот по соседству еще Камбоджи. Таиланд. Он на спиральках. Обложечка сделана полностью с дерева. Если открыть, то будут листочки. Такого же цвета, как и дерево. Здесь написано Вьетнам. Дэй день. Можно написать дату. И можно отмечать, какая была погода по значкам. Вот листочки все одинаковые. И сзади вот такой вот просто деревянный лист. Вот сколько их много. Первое, что мы купили, это мы заберем домой Орео со вкусом мороженого. Я уже пробовала, мне понравились. Я решила взять для своих друзей, чтобы они тоже попробовали его. Стоил он 14 тысяч донгов. Вот такую пачечку я не пробовала. Взяла на пробу. Это вкус клубники. И тоже она стоила 14 тысяч донгов. И еще одна упаковочка Орео со вкусом шоколада. Тоже стоила 14 тысяч донгов. Следующее, что мы купили, это тик-так с мятой. Вот такой вот синий упаковочке пластмассовой. И стоил он 11 тысяч донгов. Следующее, это конфетки. Можно сказать, как жвачка с мятой. Это мы купили просто на пробу, чтобы попробовать. И стоили они 20 тысяч донгов. Следующее, это две упаковочки шоколадных конфет. Вот одна, вот вторая. Каждая стоила по 8 тысяч донгов. И в итоге на них, на вот эти обе упаковки, 16 тысяч донгов мы истратили. И еще у меня были покупочки для Саны. Конечно же, я ее не забываю тоже. И купила ей 3 подарочка. Вот такой ошейник, оранжевый с лапками. Очень яркий, поэтому я его и выбрала. С застежкой удобной, что можно отстегнуть легко и застегнуть. И бубенцом, который звенит. Можно знать, где ваша собака, если вы просто, например, на даче где-нибудь или еще где-то отпускаете собаку, где безопасно. Но вообще я вам не рекомендую никогда отпускать собаку с поводка, потому что она может убежать. Стоило 12 тысяч донгов. Такой оранжевый ошейник. Следующая тоже для Саны. Стоил 50 тысяч донгов. Это поводок. Красно-оранжевый. Здесь написано марка. Вот вид сзади. Но тут не написано, здесь написано только, сколько он в ширину, но не написано, сколько длиной. Поэтому просто взяли, как понравился. И последнее, что было для Саны. Это кепочка красненькая, как флаг Вьетнама. И звездочка посередине. Стоила эта кепочка 25 тысяч донгов. Здесь есть таблица размеров. Вот она. И сзади вот размер С написано. Это для кошек и собак. И чтобы она держалась на голове, вот такая есть застежка. Ниточка желтенькая и зажим. Можно отрегулировать. И еще я купила для своей подруги. Это вот такой блокнот. Как я уже рассказывала в предыдущем видео про свой блокнот. Только я купила еще один. И к нему еще шла вот такая ручка. Там на ней написано Вьетнам. И три достопримечательности. Это обычная шариковая ручка синего цвета. И этот наборчик стоил 80 тысяч донгов. Здесь девочка в национальном костюме. В красном. И с желтой звездочкой. И тоже в шляпе. В национальной. И здесь написано Вьетнам. Также на спиральках. Только листы здесь белые. Ну там тоже самое. Они вот такие одинаковые все. Там тоже дата. И можно печать погоду. И на этом было все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!